Всем привет! Давно нас не было, решили, что пора исправляться. Да и последние ролики как-то не очень присмотрите. Сделали мы небольшую паузу. Сегодня мы снова появились. Кто ждал? Здравствуйте! И сегодня мы хотим поделиться все-таки своей небольшой радостью. Мы решили наконец-то поставить нашу палатку, которую уже давно купили. Место все то же, где мы уже бывали. Это недалеко за Чакви немножко проезжаете. Костелло Маре. Ну, мы здесь уже бывали. Решили поставить прямо на берегу. Купили в Карфуре. 65 лари. Стульчик такой же купили там же. 29 лари или 25. Ну, в общем, были вот такие товары, продавались, приобрели. Мы, конечно же, думали поехать куда-нибудь дальше в горы, но пока как-то это не случилось. И вот здесь, в принципе, вполне хорошее место, где можно поставить палатку. Вот там, где дома, не доезжая до них, будет небольшой кемпинг. Видимо, он платный, мы так и не поняли. Да нам сейчас и не нужно такие цивилизационные блага. Нам вполне хватает того, что есть. Море, пляж. Вполне хорошая погода. На самом деле, очень тепло. Просто затянуто все облаками. Благодаря этому не так жарко и очень хорошо. Наш любимый купальщик, который долго ждал, пока мы разложим палатку. Он без нас почему-то не хочет заходить. Хоть и палатку мы раскладывали недолго, но это отняло некоторое время. Водичка здесь теплее, да, мне кажется, чем Батуми. Вот мы не можем понять, кажется нам или нет. Но каждый раз, когда приезжаем, такое ощущение, что на полградуса, а то и на градус, она точно больше. На больше, на два градуса. Эксперт говорит, что на два. Река, которая входит в Чорохе, в Батумское побережье, оно его немножко разбавляет и холодит. Да, холодные течения и прочее. Так что здесь все-таки потеплее. Спасатели, вот мы заметили, по всему побережью есть. Куда бы мы ни ездили, хоть в Уреке, хоть в Кабулете, везде, где мы были, везде есть спасатели. Это хорошо. Такие у нас новости на сегодняшний день. Вполне такие радостные. Давно мы хотели с палаткой. И как только выберется у нас такая возможность и время, мы, наверное, все-таки поедем дальше в горы. Палатка у нас есть. Мы сегодня как раз специально пробно ее разложили, посмотрели, какой габарит, помещаемся ли мы. Нет у нас пока матраса. Я думаю, попозже мы его приобретем, какой-нибудь матрасик, чтобы было точно удобно. Но все-таки ночью, я думаю, не очень будет комфортно. Надо и одежду тогда, или какие-то мешки брать. Плюс у нас неизвестно, как Тимка ко всему этому мероприятию отнесется. Он может и закапризничать, сказать, верните меня домой, верните, я хочу домой. Где есть интернет. Здесь вот такие вот коряги бывают, выносят. Ну, в принципе, на пляже достаточно сегодня чистенько. Хорошее здесь местечко. Народ здесь есть. Сегодня обычный день. Вторник, либо среда. Вот что-то я запутался. Несмотря на это, народ все равно есть. Отдыхающих хватает. Хотя и, конечно же, переизбытка здесь нет, чем и хорошо. Людей много нет. Всем хватает места. Каждый находится в такой своей комфортной среде. Пойду-ка я купаться. Заговорился я со всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо здесь. Нам нравится. Ватубе здесь недалеко. В зоне видимости. Кто это такой? Тюлень. Вы скажите, вы тюлень или дельфин? Давай, ныряй под ногами. Давай. Все, что ли? Быстро ты, однако. В отличие от городского пляжа, здесь вот такая вот мелкая галька вдоль берега. Заходить по такой, конечно же, удобнее. Лежать на ней удобнее. Хотя она идет полосами. Вот здесь более мелкая. Здесь покрупнее пошла. Здесь снова мелкая. Тут уже, можно сказать, батумские камни лежат. Вот такая вот разная поверхность. Мы выбрали местечко тоже с очень мелким таким камнем. Буквально отсев какой-то. Ну, так как это у нас временное такое жилище. Буквально от солнца зайти, чтобы покушать немножко незаметно для всех. То есть так. Да и по большей степени мы хотели просто разложить палатку, посмотреть, как это будет выглядеть. Ребята веселятся тут на чем-то плавают. На круге, что ли. Здесь целая такая команда с рюкзачками мы видели. Там вот они разложились. Молодцы. Музыка. 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 Вы неплохо устроились. Можно к вам в гости? Ну, попробуйте. Вот моя подушечка. Ну-ка, двигайся. Ну, тут места нам хватает. Можно даже еще кого-то пригласить. Так что, Тимка, можешь приводить свою барышню. У тебя есть барышня? Нет? Зачем мне? Мне мамка неплохо кормит. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такая вот у меня мысль через дорожку Зона кемпинга Но отсюда ничего не видно Более того, сверху я пытался полетать, тоже не увидел С одной стороны, очень хорошо они расположились В теньке Вот Такое местечко хорошее Здесь вот еще небольшая речка вытекает Речка-ручеек И есть небольшое поселение Дачников Какое интересное Приспособление Из таких вот Бамбуковых трубок Выложена дорожка и по ним Выкатывается и закатывается Котирог Все оригинально, банально и просто Дома здесь такие, конечно Старенькие Даже, можно сказать, древние Сделанные из того, что было И каждый раз Видимо, добавлялись новые элементы А вот здесь какая-то Старинная рухлядь осталась Остов какого-то, наверное, отеля Наверное, еще времен СССР И там наверху даже какая-то жизнь Такие легкие палаточки тут тоже Люди говорят, что тут устроились, живут Гамачок там у них есть Смотрите, какая красивая стена Зеленая, растительная Настоящая, живая Я уже почти дошел Вот это станция По вот этой вот дорожке На специальной вагонетке люди спускаются И дальше, следуя пешком по лестнице Располагаются на вот этом пляже Пляж чистенький, хороший Народа немного Но я подозреваю, что много народу здесь сейчас и не может быть Также мы наблюдаем, что люди могут спускаться пешком А может быть, вагонетка и не ездит сейчас Отсюда вид не менее потрясный Конечно же, можно было догадаться, что отель Castle Mara находится на горе И вот она, вот такая гора, утес И прямо на ней размещается этот хороший, как говорят, отель Но мы там еще не были Может, когда-нибудь посетим его Дальше вроде бы тупик Мы упираемся в море И все Пройти пешком дальше нельзя Попробую немножко углубиться и посмотреть Ага, что я вижу? Там ребята плавают, ныряя с камней Значит, там есть жизнь И мне, конечно же, стало интересно Можно ли здесь перейти Или только вплавь Пока я иду Глубина мне вот Вот так вот Может быть, и можно здесь перейти Но дальше все глубже и глубже Я думаю, дальше придется плыть А это в мои планы не входило Такое интересное место Скажем так, необычное Я вернулся И что я вижу? Они уже практически собрались Ребята Это не я С вами в поход ходить милое дело Палатка не успела 2 часа постоять Ну ладно, 3 часа 3 часа, хорошо 3 часа Это рекорд Вот как с ним ходить на дальнее В дальники На дальнее расстояние И на дальнее время провождения Если уже через несколько часов Он требует вернуть его на базу Да? Да Ну что ж, ладно Для первого раза Вполне нормальный такой выезд Палатку опробовали Как вам палатка? Понравилась? Понравилась, хорошая Спать-то можно, нет? Встать можно И встать можно в ней даже почти Да? А плясать? Пробовали плясать? Плясать не пробовали Ну, пойду полежу последний раз И поедем Также надо учитывать Кто с палаточками сюда захочет приехать Среди ночи вас может ожидать Вот такой вот сюрприз В виде проходящего поезда Не уверен, что они ходят по ночам Но все возможно Товарники обычно так и любят делать Я думаю, этого достаточно Так что, ребятки Всем пока Оставайтесь на позитиве Смотрите наш канал Главное Быть бодрым и веселым Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok